Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Человечество Христово, Его человечество, соединенное с Божеством, это плод подвига жизни Пресвятой Богородицы. Конечно, это еще и промысел Божий, но не мог этот промысел Божий, человеческое существо, так очистить, как это произошло в Пресвятой День. Нужно было, чтобы она сама потрудилась над собой, чтобы она сама по своему свободному желанию и произволению захотела быть храмом Бога. Потому что ведь, если человек не спал и отпал от Бога, то только с помощью того же самого человека можно было восстановить эту трагедию, преодолеть это падение. И, осмысляя подвиг Пресвятой Богородицы, святитель Амбросий Медиаланский, чью память мы будем достаточно скоро праздновать, в своем слове о девстве говорит о том, что она стала новой Евой. Подобно тому, как в Господе Иисус Христос есть новый Адам, по мысли апостола Павла, ибо стал родоначальником нового человечества, подобно тому, как ветхий Адам всех нас поместил в то пространство падшего человеческого существа и человеческой жизни, которая повреждена греховными страстями, подобно этому новый Адам Христос сообщает нам новую человеческую природу, обновленную и исцеленную в нем самому, которую можно усвоить себе путем христианской жизни в меру своей соединенности с Ним. Мера единства со Христом дает каждому отдельному человеку возможность в той или иной полноте усвоить себе уже исцеленное человеческое естество. Поэтому Господь Иисус Христос есть родоначальник нового человечества, и этим новым человечеством призвана быть Церковь. И она действительно новое человечество, но вот только в ту меру, в какую каждый член Церкви над собой трудится и усваивает в себе плоды жертвы Христовой. Этот типологический параллелизм святитель Амбросий распространяет на Пресвятую Богородицу и говорит, если Господь Иисус Христос новый Адам, то Пресвятая Дева новая Ева. Та Ева оказалась человеком, который свою волю поставил выше заповеди Божьей. Но Пресвятая Дева всю свою внутреннюю жизнь направляла так, чтобы максимально соответствовать воле Божьей настолько, насколько эта воля была ей открыта. И мы знаем, что эта воля была ей открыта в очень большой степени и была открываема ей не раз. И прежде всего в тот миг, когда Архангел благовествовал ей рождение от нее Сына Божия. И она сказала тогда, все раба Господни да будет мне по слову Твоему. То есть проявила полное послушание, в отличие от непослушания той, Ветхой Евы. И благодаря этому человечество Христово стало возможным в мире как плод человеческого устремления к Богу Пресвятой Богородице. И каждый отдельный Богородичный праздник раскрывает перед нами какую-то одну особенную грань ее личности. Мы знаем, что в Евангелии о Пресвятой Деве написано очень мало. И по преданию это произошло потому, что сама она не разрешала евангелистам писать о себе больше, чем это было необходимо для уразумения всей истории нашего спасения. В частности, и сегодняшний праздник, ее вступление во храм, не находит отражения в евангельском повествовании. Но какая же грань ее личности предстает перед нами в этом сегодняшнем событии? Мне кажется, прежде всего, ее внутренняя тишина. Ведь та тишина, в которую она вступила тогда, в трехлетнем возрасте, тишина Иерусалимского храма, тишина и безмолвие того таинственного святая святых, куда по преданию повел ее первосвященник, получивший об этом особое откровение. И эта тишина окружала ее не только внешне, но стала самым, можно сказать, ключом к пониманию ее внутреннего мира. И ее внутренняя тишина дала ей возможность так глубоко вместить Слово Божие, которое она, конечно же, изучала и читала в храме, так глубоко воспринять то божественное откровение, которое было ей доступно в священных книгах Ветхого Завета, что само Слово Божие смогло родиться из нее. Тишина эта была не пустотой, а это было собранностью всех ее внутренних душевных сил, чувств и мыслей, собранностью к Богу. Мы-то с вами знаем, что мы чрезвычайно рассеяны, раздроблены, в своем внутреннем мире разобращены и постоянно, как листок сухой, который колеблется ветром, устремляемся мысленно то к одному, то к другому предмету. И даже когда молимся, не в состоянии собрать свои мысли для того, чтобы заключить свой ум в слова молитвы. Хотя и понимаем, что молитва без внимания не имеет никакой ценности, ибо внимание – это душа молитвы, внимание и благоговение. Нам так трудно собрать себя потому, что нам не хватает вот этой внутренней тишины. Да и живем мы в таком мире, в котором тишины практически уже нет. Мы сами уже отвыкли от нее, мы тяготимся этой тишиной, и для этого, чтобы как только у нас появится какая-то возможность уединения, мы сразу что-нибудь себе включаем, для того, чтобы был какой-то фон, чтобы не оставаться наедине с самими собой, чтобы избежать вот этого уединения, при котором можно было бы один на один быть с Богом. Это очень печально. И может быть сейчас, во время поста, нам особенно нужно позаботиться о той внутренней тишине, которая не просто окружала Пресвятую Деву в храме, но которая стала внутренним миром ее. Благодаря чему и божественное откровение, которое она воспринимала, она воспринимала с той глубиной, которая нам с вами даже не снилась. И это не домыслы. Это вполне евангельский факт, потому что апостол и евангелист Лука неоднократно говорит о Пресвятой Деве по мере своего повествования, что она слагала слова Христовы в сердце своем. И сегодняшнее евангельское чтение о Марфе и Марии тоже говорило нам прикровенно о Пресвятой Деве, потому что та Мария, сестра Лазаря из Вифании, слушавшая Слово Христово, вместо того, чтобы помогать Марфе на кухне, она, конечно же, избрала ту же самую часть, которую еще раньше избрала для себя Пресвятая Богородица. Для чего нам с вами нужна вот эта внутренняя тишина? Конечно, для того, чтобы как каждый человек, который хочет приблизиться к Богу, и мы могли бы воспринять то откровение, которое Господь дает каждому человеку, даже независимо от слов Священного Писания, откровение человеку о нем самом, которое человек может принимать в своей совести, при условии, что он не ставит во главу угла свою собственную волю и готов сдерживать и обуздывать свои греховные страсти, не следовать их громкому, мощному и агрессивному золу, который проявляет себя в нас, увы, очень часто. Но Божественное откровение, которое дает Господь человеку, показывает ему внутренние смыслы и ценности его собственной жизни, оберегает и охраняет его от ошибок, предостерегает от различных катастроф и срывов. Подобно тому, как и тому богатому человеку из сегодняшней притчи было дано откровение, что безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же останется все то, что ты заготовил. Да, это страшное откровение, но оно ценно, потому что представим себе, что это не гипотетический человек из притчи, а реальная человеческая личность, но ему же нужно было понять, что с ним сейчас будет, для того, чтобы, может быть, хотя бы за несколько часов до этой кончины как-то распорядиться своим богатством, не унести с собой в могилу одну только труху, но сделать какое-то доброе дело, для того, чтобы это доброе дело последовало за человеком в вечность. Да, это притча, но это притча о нас всех, потому что о нас всех можно сказать, что мы не в Бога богатеем, а собираем в себе те или иные сокровища на земле. Каждый из нас, включая меня. Дай Бог, чтобы мы умели, учились этой внутренней тишине, учились богатеть не внешними сокровищами, а внутренними, и были способны принимать вот то тихое откровение, которое Господь дает совести каждого человека и каждого из нас в меру нашей внутренней тишины и в меру того, что мы ищем, прежде всего, воли Божьей в своей жизни, как искал ее всегда и пресвятая Дева. Аминь. Спасибо. Спасибо.